О, привет! Давно не было. Так, что-то зависаем мы немножко. Но я надеюсь, что это не критично. Тут, значит, пришла новость, что в контейнере с бананами, прибывшем в Санкт-Петербург, нашли 50 килограммов кокаина. Вот кто-то ждёт его в Москве с нетерпением. Эти злодеи взяли и вскрыли. О, Олег, заходи в эфир! Хочется тебя расспросить. Почему-то давно я тебя не слышала. Значит, с кокаином беда прямо, судя по тому, какие решения принимаются верхушкой власти. Значит, Шойгу тут, оказывается, на туинском языке переговоры ведёт. Может, из-за этого приходится отступать на фронте? Не знаю. Никто ж не понимает туинский язык, оказывается. А вот Кадыров захотел в отставку. Вчера вот я мужиков всё тормозила. Они пытались что-то обсудить. Там, типа, какую должность он займёт. Что он идёт на повышение. Типа, поэтому кого-то из своих людей поставить на своё место. Вообще, такие размышления были, они мне надоели. Я начала орать. Типа, хватит, тут бурю мается, всё такое. О, привет, Олег. А может, они и правы были? Значит, Олег, можно ли в Молдову попасть из России без загранпаспорта, например? Ты не в курсе? Нет, не думаю. Но я не знаю, я в Молдове не был с декабря, кажется. Те, кто скучает за Молдову и собирается туда съездить в отпуск, имейте в виду, что вам придётся через Турцию туда добираться. Через Турцию, Болгарию, Румынию, две европейские страны. А только потом в Молдову. Из Турции на Молдову не едет не... Только, не знаю, только самолётом, да, можно. Молдову можно самолётом, обойдя Румынию и Болгарию. Ну, это мне к слову пришлось... Вообще, я хотела тебя спросить, что это происходит в этом Приднестровье злополучном. Я имею в виду вот что. Приднестровье непосредственно ограничится с Украиной. И там огромный арсенал вот этого советского оружия, насколько я понимаю. Почему бы украинцам не забрать это оружие? Как ты думаешь, им же не хватает его, чтобы отбиваться от россиян, наших великих и доблестных? Наверное, пока Молдова не разрешает, потому что боятся. Но всё-таки придётся разрешить когда-то. Иначе этот боеприпас может быть употреблённым армией Приднестровья и, не знаю, советской русской армии против Одессы, против Украины. Но пока не спешат. Пока не спешат. Посмотрим, как решится проблема с газом. А то грозятся отключить. Мы уже подключены, ну, Молдова подключена к румынской системе и электричества, и газа. А Приднестровье – нет. Если отключат газ в Молдове, то пострадают в первую очередь в Приднестровье. Слушай, ну вот жалко, что заплатили такие огромные деньги в прошлом году, да, получается. Рассчитали же, да, по-моему, Молдаване? Огромный долг в Приднестровске. Приднестровский месяц требует аванс или как-то там. Приднестровский месяц. То есть пока газ идёт, и что касается Молдовы, то европейская вот эта судьба, которая так, от которой колбасит всех там в Европе, вас пока не касается, да? То есть это какая-то другая труба, по которой вам идёт газ? Ну, у нас уже две трубы. Одна идёт через Приднестровье, через Украину, из России, а другая идёт из Румынии. А Румыния связана через Болгарию с трубой, которая едет из Турции, из Азербайджана и так далее. Понятно, слушай. И Румыния есть свой газ. Румыния употребляет каждый только 10% российского газа. Всё остальное собственное. Понятно. Ну, то есть Румыния вас выручит, в крайнем случае, своим собственным газом. Хотя его не хватает и для себя. Ну, то есть есть версия, что Путин гонит газ через Украину для своих любимых венгров, которые его поддерживают, прогибаются перед ним. И он тем самым показывает всем пример, говорит, вот будьте себя правильно вести, как венгры. Я вам тоже дам газ. Северный поток он отключил. Ну, как бы вообще, я думаю, что он и не начнёт свою работу, действительно. Потому что, если эту зиму Европа переживёт без нашего газа, то больше им газ от нас не потребуется. Всё. Тогда этот Газпром, достояние страны... Нет, как они говорили в рекламе, достояние нации, да? Накроется медным тазом. Ну, там же Азербайджан сейчас подключается, и он несколько стран обеспечивает. Различные пути там используют немцы, переходят на режим экономии. Они начинают там использовать уже и где-то дрова, да? Где-то там уголь. Ну, то есть, какие-то варианты ищут пока. Понятно. Моё село до сих пор не подключено к газу. И очень много городов и сёл в Молдове, в Румынии не подключены ещё к газу. Так что у нас это не проблема. А сколько в России, наверное, две трети территории России не газифицировано? О чём речь? Вот сейчас самое то время, да, вот дешёвый газ поставлять и газифицировать страну. И таким образом, ну, будет экономический эффект. Люди начнут как-то, ну, более активно работать, то есть начнётся какое-то движение, какое-то оживление начнётся. Вот. Но нет, слабо, как говорят, да? Нет, почему? Они теперь говорят, что в Крым сущей мы начнём Россиюшку газифицировать. Так давно пора уже газифицировать Россию. Да. Они по таким дешевым ценам шуруют газ и в Европу, и в Китай там за три копейки. Причём для своих инвестиций они выбрали какой-то безлюдный регион, там вообще почти никто не живёт. Я не знаю. В общем, я говорю, им кокаина не хватает, понимаете? Вот пришёл кораблик с 50 килограммами. Ну да, ломка, началась страшная ломка у них. Да, да. Слушайте, ну Молдова как-то слабенько выступила по поводу войны в Украине. Два раза заявили, типа, мы требуем вывода войск из Приднестровья. Никто им не ответил. Ну и как бы тишина. Вообще что делается? Молдаване какие-то шаги предпринимают? Или так, не трогайте нас, а то ещё, не дай бог, газа не хватит? Нет, мы, Молдова, боятся не только из-за газа, но из-за того, что у неё нет армии, и она может быть оккупирована за несколько часов. Если бы русская армия доехала до Одессы, то Молдовы уже не было как независимое государство, или Додон вернулся бы как президент, поставленный Путиным. То есть фактически... Там домашний арест, арест и Додон, и так далее. Фактически вы просто не можете ничем украинцам помочь, поскольку нет даже собственной армии, то и как бы вооружения тоже нет. Есть, есть армия, но маленькая, и мы не хотим, чтобы нас начали сейчас бомбить. Ну естественно, никто не хочет. А Румыния разве вас не защитит? Румыния? От чем? Как может Румыния защитить, если она в НАПО? Она не может же включиться официально, потому что она член НАТО. Если атакуют территорию НАТО, ну тогда все разом. А так защитить Молдову, так могли бы защитить и Украину. Помогают. Как могут. Олег, очень много беженцев из Украины в Молдову попали, и в Молдоване активно пишут ролики, что типа украинцы плохо себя ведут, мы им помогаем тот, чем можем, а они это как-то... что ты об этом знаешь, что слышно там? В Молдоване бывают разные. Я говорю и слежу за Молдованами, которые, как и я, помогают беженцам, и рады помочь. Но есть некоторые, которые так и думают, что негде жить и негде наниматься на работу из-за беженцев, из-за украинцев. Или делают это, потому что приказ такой пришел, патрулики. Так что... То есть сам сдуто в Молдоване, да? Человека зависит от партии, зависит от многого. Понятно. А ты сейчас где? В Румынии или в Молдове? Да, да. Я уже год в Румынии, почти год. Недавно вот был съезд нашей зеленой партии, меня выбрали между лидерами, так что я очень занят и школой, мастер делаю и партии, и работаю. Поздравляю тебя с избранием. Слушай, ну а как у вас там с этой вот обстановкой по вирусу? Это уже как бы дежурной проблемой стало такой типовой, как грипп? Или... Ну у нас снова ограничения грядут, потому что всплеск заболеваемости. Нет, у нас нет ограничений. Только те, которые летят, кажется, их заставляют или просят носить маску. И в общественных заведениях тоже есть и надпись «Пожалуйста, носите маску», но не обязательно. Это как рекомендация. Я работаю на Северном вокзале, встречаю беженцев и помогаю. И мне всегда ношу маску. И всегда, когда встречаю одного старенького одессита, он всё время говорит, «Ты лучше выглядишь без маски». Я знаю, но я предпочитаю предохранять моё здоровье и вашу тоже. «Не, да что вы, эта маска тебя душит» и так далее. Такие у него теории. Понятно. Скажи, Олег, а вот ты сказал сейчас, что ты встречаешь беженцев, а как ты расцениваешь поток увеличивается, или он такой, ну, как бы уже нормализовался? Нормализовался, но бывают волны. Иногда приезжают по два-три автобуса с Одессы полными беженцами. Некоторые добираются на поезде, потому что по Румынии ехать бескоштовно. И они добираются как-нибудь до Кордона, до Сучавы, до Галас, до Измаила. Потом через паром и едут на поезде. А паром из Измаила, что ли? Ну и Исаакча, какое-то ещё село возле Измаила. Раньше не было такого, естественно. Забыл показаться, могу сейчас посмотреть на карту. И что? И как вы их распределяете? Это добиваются бескоштовно. В Европе ехать тоже почти бескоштовно, если 3 евро платить... Бесплатно, я перевожу на руки. Обязательно, когда Будапешт, это почти бесплатно, да. Но это сидячее место. Если хочешь лежать, это 14 евро, тоже не очень дорого. Орловка, Исаакча Орловка. Орловка, Исаакча Орловка. И что? Куда вы их деваете? Они же всё едут и едут. Я вчера услышала цифру, что уже 11 миллионов украинцев вынуждено покинули страну. Или покинули свой город, своё село, и живут там... Нет, отдельная цифра внутри перемещенная. Это да. Может быть. А сколько в Румынии уже или нет такой статистики, сколько беженцев в Украине? Нет, нет статистики. Ну, нету ещё миллиона, как в Польше или в Германии. Очень много. Ну, есть где... Ну, Румыния маленькая страна, как бы там. Вы просто, если к вам миллион приедет, я не знаю, что вы с ними делать будете. Ну, так и у нас уже есть несколько сот тысяч. Полмиллиона, может быть. Но я не слышал официальных цифр. Ну, расскажи, что вот ты и встретил, и что? Вот, буквально расскажи, что... Ну, некоторые приезжают с деньгами и сразу же селяются на квартиру или в гостиницу, или едут дальше. Некоторых поселяем в общежитиях, в спортзалах. А потом за неделю, за две находят жильё. Есть такая программа. Не думаю, что государственные деньги, наверное, пришли миллионы из Европы. И государство платит по 10 евро за каждого человека в день на проживание. И ещё по 8 евро, кажется, или по 6 евро за питание тому, кто принимает на квартиру. И очень много. Сейчас вижу объявление из Констанции, Мамайи, там на берегу моря. Закончился пляжный сезон. И едут люди туда. И приглашают людей туда жить до следующего сезона. Есть, где поселять. И в гостиницах, и в хостелах, и в квартирах. Но это в основном женщины и дети, да? Да, да. Ну, сегодня встретил чувака, который приехал из моря, моряк, и выпил чуть-чуть, отрезал себе палец банкой консервной какой-то. пригласили для него скорую помощь. То есть, бывают и мужчины. А как их выпускают? На каком основе? Может, возрастные, да? Приехал. А, моряки, да. А, моряки, да. И едут в Браиле или в Галат, где-нибудь приглашают жену. Семью встречаются на месяц, потом идут обратно на работу. Где-то так. Но, кажется, есть закон в Украине, что разрешают тем, у которых есть договор, и они могут выехать на работу. Нет, пока решение не принято насчет моряков. Все тянется, да. Как-то они не могут ничего придумать. Вообще, мне кажется, надо отпускать их, потому что армии, они не нужны, они вояки никакие. А, то самое, денег в экономику принести они могут. Поэтому я, конечно, не советчик, сами разберутся. Но, мне кажется, держать их на территории Украины нет смысла. Скажи, пожалуйста, а как местное население воспринимает происходящее? По-разному. Местное население уже после переписи оказывается 18 миллионов. И все разные. И по-разному воспринимает. Смотря какие сайты читают, какие телевидения смотрят. Но многие солидарны. Я участник в группе Facebook «Помощь украинцам, беженцам». И там четверть миллиона человек. Половина, наверное, беженцы, половина местные, которые помогают. О, Людмила пришла, болгарский привет принесла. Но в Болгарии, вот она пишет, ну не она пишет, другая девушка писала, 40 евро выплачивают на одного в день беженца. То есть в Румынии поменьше, да, денег по этому? Ты говоришь, 40 евро, да, обходится беженец в Болгарии в день. Может быть, но я говорю про ту программу, когда платят владельцу квартиры со проживанием. Ну и на питание добавляют, да? Ну да. Сколько это за питание получается? А, 40 лев, а это совсем другие, Людмила? Да, совсем другие. 40 лев. Они сдают 50 лей. Это 10 евро примерно. Понятно. Кстати, называется программа 50 на 20. 50 на проживание. Людмила говорит, что 40 лев – это 20 евро. А 50 лей – это сколько? 10 евро. 10 евро. Включаем там и те 20 лей на питание и получается примерно то же. Наверное, это деньги европейские, американские, не наши, болгарские или румынские. Поэтому сравнимые цифры. Скажи, Олег, а страховка медицинская, она тоже предоставляется? То есть, если что-то происходит, то бесплатное обслуживание медицинское беженцы получают? Ну, ты говоришь, скорую вызвали, ну, это же все бесплатно. Ну, скорая везде, во всем мире, будь ты без гражданства, без чего-нибудь, тебе скорую помощь предоставят. Но ты можешь обратиться и к семейному врачу, если ты официально регистрирован на временную помощь, как бежен, беженец, беженка. И есть и частные клиники, которые поддерживают и помогают. Вот завтра идем к доктору с беженкой. Как раз я помогаю с переводом. Понятно. А, то есть, ты как переводчик, да, работаешь? Да, я как переводчик, да. Некоторые говорят по-английски, некоторые даже румынские знают, ромы с Измаила, или с Белгорода, с Трофска, или некоторые украинцы говорят по-румынски, но большинство не знают, кроме русского и украинского, никакого языка. Им нужна помощь, или Google Translate пользуются телефоном. А правительство как-то тебе выплачивает какие-то деньги за твою деятельность? Нет, но мне платят фонд, на котором я работаю. А, а что это за фонд? Давай прорекламируем. Да я говорил, кажется, несколько раз. Фонд помощи Рома. Да ты, может, и говорил, но повторить не лишнее. Хорошее дело делаете, поэтому еще. Но мы помогаем всем беженцам. Мы выбираем Рома. Но мы следим за тем, как помогают государства и другие структуры, как помогают. Олег, есть большая проблема у волонтеров. Это выгорание. Как ты с этим справляешься вообще? Есть ли у тебя такая проблема и что ты предпринимаешь в этом случае? Волонтеры многие через какое-то время выгорают просто. Да, одна наша коллега моего возраста умерла от сердца. В начале лета, кажется. Но я слежу за своим здоровьем. Вот приехал мой брат из Исландии. И мы вчетвером поехали в Болгарию отдыхать уикенд, два дня. И хотя бы один день в неделю я тоже остаюсь дома и отдыхаю. Так что не выгорай. Успеваю из школы, из факультета, из работа, из партии. Молодец. Хорошо, что у меня семьи нету, поэтому я не жалуюсь. Другой семьи нету. Ну, братья есть. Начался учебный год. А куда пошли детки вот этих беженцев? Есть ли школы, которые принимают этих детей? Да, кажется, организовали здесь в Бухаресте и в больших городах организовали классы или, да, классы с преподаванием на русском, на украинском. Тем более, что среди беженцев есть и преподаватели. Но про своих ромов боюсь, что никто из них еще не пошел в школу. Это большая проблема. Для них это, в принципе, не проблема. Они же не любят такого рода заведения. Как их дети обучают? Если бы была открытость и на чем пойти. Поэтому многие из них хотят остаться в столице, а не ехать в селе или куда-нибудь опять вернуться от нищеты. А встречал ты среди беженцев русских, которые не говорят по-украински, но жили в Украине. Ведь это регион, где очень много русских жил. Да, очень много. Некоторые доехали до Румынии через Бальтийские страны или через Финляндию, обходя всю Европу. Или наоборот, туркменов, узбеков, которые доехали до Румынии, а потом через Турцию хотят доехать до дому. Всякое бывает. Но двух женщин, россиянок я встретил, они пошли в посольство России попросить новый паспорт, потому что их не или потерялся или истек. И остались здесь работать как беженцы. А то есть работа находится для прибывших? Да, работают в гостиницах или в ресторанах и всякое. Всякие варианты бывают. Ну, понятно. Вот так вот у тебя семьи нет, а так глядишь и найдется какая-нибудь девчонки украинские, красотки. Боже упаси. Нет. Закоренелый холостяк, короче. Недосуг тебе, да? Слишком высока планка. Ребята, обойдитесь без меня, Инна, подключайся к разговору. Я сейчас перекурить сбегаю на одну минуточку и вернусь к вам. Расскажи еще, Олег, что-нибудь об этих новых обстоятельствах вашей жизни. Потому что мы с тобой сначала вот события в принципе не общались и как ты вообще это начало вот когда это все случилось что ты подумал о чем? Я уже полгода говорю по-русски и наверное заметили, что уже говорю лучше. Лучше говоришь, да. Но люди не стесняются говорить по-русски. Очень редко раз в месяц слышу кого-то говорящим только по-украински, но я понимаю украинский, потому что очень много общался и не работал несколько месяцев в Украине и похожие языки. не понимаю, то прошу повторить или искать другое слово. Но очень редко люди бывают националистами и говорить только по-украински или по-английски, чтобы пользоваться русским. Вот как получается мы пользуемся языком агрессора и оккупанта. Я стал лучше говорить по-русски из-за этого, то есть из-за войны, из-за агрессии России в Украине. Мы начали больше говорить по-русски и русский язык распространился по всей Европе. Вот парадокс какой-то войны. А как думаешь, почему это произошло? От того, что вы смотрите программы российского телевидения? Или вы читаете газеты на русском языке? Или почему у вас улучшился русский язык? Или вы как-то вращаетесь в основном русскоязычной какой-то среде? Я родился в Советском Союзе. Там в Молдове из 100 каналов 70 радиоканалов или сделаны в России или сделаны в Молдове на русском тем более в гагаузской автономии или на левом берегу Днестра там в Приднестрове почти 100% говорят по-русски из-за этого из-за информационной оккупации российской но я говорил про то как я уже выехал из Молдовы я уже который год живу в Румынии здесь почти никто не говорит по-русски не понимает по-русски кроме молдаван которые родились в Советском Союзе или за прутом родились в республике Молдова но все-таки из-за войны из-за этого потока беженцев начали очень много людей говорить и понимать чуть-чуть по-русски потому что это язык общения даже с беженцами из Украины из-за русской армии ну нет я поняла то есть они говорят по-русски потому что многие не говорят по-английски а по-украински мало кто понимает из местных жителей и русский язык он становится в данной ситуации языком межнационального общения поэтому вы в основном говорите по-русски и вы стали лучше говорить по-русски да полгода говорить каждый день по-русски вот а Украина наоборот сейчас закрывается от всего русского видите они запрещают уже русские книги русские фильмы русский русский театр русскую музыку вот как вы к этому относитесь получится у них это или нет хорошо это или как ну это метод защиты культурной защиты как и Франция защищает защищает свой язык от английского от немецкого наверное так и Украина это можно объяснить но вот сейчас многие эксперты говорят что Украина она больше избрала путь Израиля и она становится как бы в Европе своего рода Израилем нет у вас нет такого ощущения я не знаю что происходит в Израиле но я сравнил с культурным подходом Франции с языковым подходом Франции может это временное во время войны может так и будет посмотрим как произойдет пока там война пока сравнивать Украину не с чем там война и они защищаются как могут Но с другой стороны вот насколько я вот слышала и видела информацию вот этих украинских каналов украинцы они к военнопленным относятся очень гуманно они выполняют все конвенции в отношении военнопленных российских может быть я там не был не верил но на войне как на войне наверное происходит всякое с одной и другой стороны так что я не строю иллюзии боюсь что убивают и одни и другие я пацифист поэтому я не верю в военную и военную я тоже я тоже пацифистка я в любом случае выступаю против таких военных действий я считаю что всегда должны работать дипломаты должны договариваться но когда на тебя нападают нужно защищаться не ну понятно когда уже выбора нет конечно нужно уже сражаться но украинцы они конечно же сплотились объединились хотя тоже вот сейчас возникает то здесь то там сообщается о новых как бы консервах да что украина в принципе пропитана российской агентурой и это очень большая проблема причем снизу доверху да я встречал даже и среди беженцев виктим пропаганды которые говорят да зачем там воевать да что сдаться сразу или как да всякие бывают люди тем более оттуда до вас с востока украины пропитаны пропагандой и нужно их понимать и пробовать как-нибудь привести к правде а во время войны правда непонятная ну да там очень много мути очень много подводных камней но видите украинцы они очень активно работают с коллаборантами они их там уничтожают да они их подстерегают как-то взрывают то есть они дают понять что пощады не будет тем кто сотрудничает с врагом наверное так и надо но я очень боюсь таких таких методов суда и месте ликвидация как они говорят ликвидировать врага ликвидировать предателя так можно убить кого угодно и сказать что он был предателем он был врагом и так далее поэтому я не хочу войны боюсь воин потому что во время войны можно кого угодно истерзать и убивать и сказать то он предал родину ну и причины ведь разные бывают почему человек вынужден сотрудничать с оккупационной властью с новой властью может быть этот человек он честный и справедливый но поставлен был в такие условия когда надо было сотрудничать если они уедут оттуда или не захотят работать там авария случится некому работать на такой работе они обязаны там работать кстати вот эти сотрудники на Запорожской АЭС ведь они сейчас тоже там находятся в качестве не знаю то ли заложников то ли кого кого-то там вообще уже вывезли непонятно куда они даже записали обращение ну Ина это неизвестно кто там записывал обращение это понятно что там фильтрационные лагеря и так далее в общем я хотела прокомментировать почему так от русской культуры отгораживаются в Украине считаю что это естественно поскольку они должны защитить свою идентичность но за Булгакова обидно конечно ты читал Олег Булгакова да но немного непонятно что с ним происходит я тоже не поняла я слышал но не не понял что против Украины он где написал я не могу понять где в каких ну мы же не можем все знать может где-то что-то и написал но мало ли под настроение что там да может в каких-то письмах переписки с кем-то ну в личных какой-то там каких-то дневниках у него есть какие-то записи нет но так можно и Зеленского обвинить в том что он развлекал на сцене когда еще там работал в России самого Путина по Ютубу гуляют эти ролики где на сцене Зеленский подшучивает там над Путиным Путин заливается хохочет и это конечно дико смотрится в нынешних реалиях но что делать у нас было общее прошлое поэтому конечно сейчас то что творится я думаю это как пена сойдет это все пройдет и будет музей Булгакова на месте потому что те кто хочет закрыть этот музей никто и звать его никак в общем действительно откуда взялся этот союз писателей Украины никто не слышал что там писатели есть и тут на тебе союз писателей который закроет самого музей самого Булгакова ну как-то это странно я думаю что они опомнятся но вот нет статистики но есть ли какой-то негатив по поводу вновь прибывших Олег хочется уточнить у местных жителей я заметил что больше мужчин начали приходить приезжать да за последние две недели да сегодня был старичок его больной сын а другие прошлые недели замечали и молодых мужчин не понимаю как они переходили границу но так тенденция больше мужчин появились не только студентов из Азии из Кавказа из Туниса и так далее ну иностранных было много там студентов да понятно короче ситуация будет обостряться скорее всего ну а как ты думаешь вот взгляд со стороны какие шансы победить Украины а то есть сегодня Соловьев заявил сегодня или вчера не знаю вырезку видела в телеграм-канале как он что он говорит представляете наши-то там воюют с армией которая в 7-8 раз как бы больше чем наша я чуть со стула не упала украинцам оказывается армия огромная по сравнению с нашей ну и как бы они наверняка тогда по логике Соловьева предателя победят нашу доблестную армию как ты ты считаешь сколько это будет длиться вообще чем это закончится я надеюсь что все закончится очень быстро и что Кутлера прикончат как-нибудь и что-нибудь произойдет в России иначе если эта война превратится в афганскую войну или в сирийскую войну то это очень очень долго может длиться и очень много сотен тысяч людей страдать я надеюсь что украина переможет и что здесь закончится я пойду в Украину работать на стройке помогать восстанавливать восстанавливать на строй афганскую на строй на строй афганскую путь сдохни немедленно но он видишь здоровее всех здоровых что называется вот на Камчатку поехал там значит терял детишкам что Россия оказывается страна восходящего солнца понимаете вот и сегодня же стало известно что наши вышли соглашения с Японией о облегченном приезде ну визовом режиме японцев которые родились на Курилах короче было кажется такое соглашение и эти японцы могли посещать нашу территорию более-менее легко но теперь такой возможности у них не будет то есть режим окукливается вообще такое происходит жесть и соответственно вопрос вот для тебя как жителя Евросоюза да наверное вот эти размышления а не запретит ли россиянам въезд в Евросоюз тоже наверное как-то тронули ты как считаешь отказ россиянам посещение Европы это закономерный результат или это слишком избыточно и ни к чему не приведет непонятно без понятия есть наверное пытаются европейские политики как-нибудь влиять на общество российские на разумные русские разумных русских не знаю без понятия я слежу за вокзалом северным вокзалом за беженцами не знаю что сказать про то есть за конгрессом свободно россии тоже некогда было следить понятно но видишь если сказать что вы россияне сами разберитесь со своим режимом то тогда надо признать что пацифисты у нас не должно быть в принципе а ты как пацифист наверное поставишь это под сомнение в смысле украинцы разберитесь и пацифисты не нужны то в россии революционеры нужны какие-нибудь не знаю нет но есть же люди пацифисты и в россии они есть вот и на пацифист я пацифист наверное в россии пацифисты нужны выйти на улицу или писать в интернете остановить войну вернуть армию назад это я соглашусь с тобой разумеется но наши пацифисты уже все по тюрьмам которые выходили с листочками зажигали фонарики махали белыми ленточками что там еще делали все вот это вот как бы они уже все по тюрьмам а кто-то в эмиграции где тоже не мед надо сказать ты ведь это прошел знаешь что это такое на чужбине жить ой тяжелое положение вообще ужасно тяжелое непонятно как из него выходить ой Лена я все время думаю господи как мы до этого дожили вообще где мы живем что происходит я не могу поверить я не могу понять что мы вот в этой ситуации сейчас вот буквально в этом пламени живем как это вообще произошло я не могу никак объяснить ну да что ему не жилось этому задроту старому непонятно все у него было никто ее не уже со всеми он расправился впереди впереди светлое что называется дворцовое будущее с аквадискотеками и прочими плюшками взял такой мочи нет это уже просто понимаете это вот как в сказке о рыбаке и рыбке вот старуха да которая вот одно другое подай мне пятое десятое вот и в итоге ну некому было остановить человека понимаешь и он уже запросил вот а хочу вот я быть владыкой всемирным да вот хочу того хочу сего хочу 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 ну вот и получилось как говорится да ну веревочка вилась вилась и вот свилась вот в такую петлю нет но я отказываюсь его больным на всю голову считать потому что это это здоровый человек это просто человек от безнаказанности от вот этой вот знаете от вседозволенности от от этой безграничной власти от вот этих лицемерных подобострастных своих вот этих придворных вот просто человек уже ну он уже запросил слишком много он уже решил бросить вызов самому богу самому творцу слушай ну какой творец вообще то что ему так долго все сходит с рук говорит нам о том что нет никакого бога ина это лучшее доказательство что отсутствие отсутствие вообще бога как такового безнаказанно все с рук сходит и его его банди лена нет бог есть и я тебе скажу бог всегда дает людям выбор люди сами делают этот выбор ну вот он выбрал и он в шоколаде а то что выбрала ты то ты как бы сама сказала что ты влачишь жалкое существование пожалуйста это не его это не только его был выбор это был выбор нашей всей страны не знаю я не выбирала но тем не менее вот как говорят да вот отвечаем мы все коллективно вот как германия через это прошла чистилище так и мы сейчас отвечаем за все коллективно выбирал не он один его выбирали и раз и два и три и были выбор никогда через выбор не проходил нормальный то что его навязали этому населению хорошо навязали весь мир его признал все правительства мира его признали президентом пусть это как бы там как бы не проходили эти выборы он признанный президент понимаешь и все равно ему все сходило и я говорю бог есть бог он всегда ведет до определенной таки мы же договаривались у меня на канале вот этой религиозной пропаганды нет и быть не может а я не религиозная пропаганда ты сказала бога нет а я сказала бог есть вот и все ну это твое личное мнение я как бы вижу доказательства лишние интересно Олег а ты ты как с религией в каких отношениях я уже наверное 30 лет активный атеист и уже 9 лет как открестился официально на общественной площади перед правительством и перед кафедральным собором вышел с свидетелями и с камерой в руки и сказал я не хочу бояться ни попов ни церкви ни бога я свободный человек и оставьте меня в покое и у меня даже есть сертификат открещивания подписанные моим братом и моим другом открестились а почему бояться бояться почему вот этот страх боязни приходили попы к моим родителям и пугали их и хотели меня отлучить отлучить от церкви отлучить от церкви анафема там все дела за моей критики и тогда я сказал пошли вы к своим чертям вы в черте верите и идите к ним же так вот об этом то и речь что они то черти вот ты их правильно определил я не в чертей ни в бога не в вере так все надо давайте прекратим этот разговор перейдем я хочу тут на самом деле я эфир хотела начать с обращения к французскому правительству и здраво к министру здравоохранения Франции хочу попросить значит обратить внимание на гражданина России который получил политическое убежище и все-таки попытаться его вылечить там уж не знаю за чей счет может благотворительный фонд какой-то возьмет на себя расходы по лечению господина Мальцева который заявил что все кто поджигает военкоматы и делает еще какие-то гадости диверсии это все сторонники Мальцева и собственно артподготовщики то есть ему видимо недостаточно тех жертв которые в 17-м году были принесены на алтарь там собственного благополучия он хочет чтобы все кто когда-нибудь лайкал его канал народовластие сейчас его канал кстати обращаю ваше внимание будьте осторожны не надо даже даже лайкать его канал потому что вас могут привлечь то есть вот этот вот экстрасенс террорист Мальцев хочет чтобы любой человек который когда-то считался его сторонником сейчас был под угрозой немедленного ареста по какой-нибудь террористической статье это мразь на канале у Фегина делал такие заявления смехотворные он там заявил что он нанес ущерба вовиной экономике на 20 триллионов потом сам испугался когда услышал это ой нет нет это я ошибки на 20 миллиардов мы нанесли мои бойцы то есть он соперничает с Ильей Пановаревым придумывает себе значит каких-то бойцов которых он даже не знает но они его знают и поэтому идут и значит действуют против путинского режима жестко и бескомпромиссно вот и поэтому я хочу обратиться к министру здравоохранения Франции все-таки там как-то поспособствовать извлечению этого конкретного господина Мальцева вот такое выявление я слышала это заявление его высказывания он их периодически повторяет я думаю что ему хочется показать свою значимость свою вот как говорится длинную руку что у него ячейки что у него сеть что все у него там под ружьем и в Беларуси у него люди значит наготове чуть что и в России у него как только начнется он говорит я тут же вернусь в страну и буду участвовать в этом рок-н-ролле вот то есть ну человеку одиноко на чужбине я понимаю он говорит мы имеем ввиду себя и свою жену великолепную ну короче я не хочу в это вникать я считаю его больным человеком к нам Вадим присоединился приветствую Вадим у нас редкий гость Вадим Олег он живет в Румынии волонтер зеленый по партии зеленых да и если у тебя есть вопросы по беженцам он непосредственно ими занимается ты можешь легко воспользоваться моментом и задать эти вопросы ну у меня нет нет вопроса так у меня была ремарка по Мальцеву конечно мы с тобой сходили на его революцию ну вот такое знаешь воспоминание когда было заявлено году в 18 на революцию я не ходила я не ходила в 17 мы мы сходили с ребятами на дальнобойщиками как я один поэтому мы пришли посмотреть и мы были единственной нормальной большой группой которая пришла посмотреть как будет революция но это было забавно есть только одна проблема что если мои друзья дальнобойщики мы хотя бы коллектив который друг друга знает друг друга отвечает и понимает то друзей Мальцева было как-то и не видно хотя шоу было шикарно было заявлено большая большая революция в России ну боюсь что это такой шикарный кремльевский проект который нашел отражение у людей которые хотели снять хорошего к сожалению новоявленные большие чины в подчинении целая армия это очень круто не ну действительно когда два года подряд человек твердит и за дня в день на своих стримах что вот не ждем а готовимся 5-11-17 два года или сколько там это шло шоу да и никто его при этом не трогал и не брал а потом значит раз это лучше статью саши раз торгую он более близко знаком с коллективом потому что мы здесь в питере приходили просто посмотреть потому что мы реально было интересно такая серьезная заявка ну как любое такое подготовленное действие оно в принципе невозможно то есть вот мои выводы из протестов в России это стихия в которой должен оказаться и в ней быть и дышать тогда это возможно и тогда будут интересны и люди которые понимают что делают подготовленный вот такой вот бунт в России в принципе невозможен уж больно много у нас информаторов и провокаторов пожалуй не буду гидаться да я еще знаете что Олега хотел спросить про инфляцию которые нас пугают говорят ну все в Европе там вообще полная жопа инфляция там все такое тут я сегодня такую инфу прочитал что якобы в Германии например содержание одного дома зимой обойдется 12000 евро ну отопление из-за отопления такая дорогая цена а какого размера дом какого размера дом ну про размер не сказано на одну семью дом вот а квартира обойдется в 5000 евро и как бы это не потянут домохозяйства правительство Германии выделило какие-то 65 миллиардов евро на компенсацию что такое как с этим Леночка да прости я откорректирую просто вопрос смотри семья моей первой жены я с ней общаюсь да они живут сейчас в четвером в однокомнатной квартире в Германии нет в России в России в России семья да это домовладение это квартира я живу домовладение в отдельном доме но прости у нее 32 метра у меня 250 не большие разницы поэтому и мы тоже живем в четвером поэтому на какое на какой размер домовладение не цепляйся я тебе дала цифры из информации которую получила все ты вот начинаешь копоковырять дай мне хоть договорить что я имею ввиду хорошо хорошо начал свою личную историю рассказывать за чем-то даже про первую жену у меня сразу вопросов миллион про количество жен и так далее учитывая с кем говоришь так вот я у Олега хочу спросить то есть меня поразили эти цифры вот эти вот 5000 евро за квартиру ничего не поняла вот как у вас с этим и что ты наблюдаешь по росту цен сколько там процентов это же вообще европейская проблема повышение цен на все да но я не слежу за ценами и за ростом цен и за инфляцией я ищу квартиры беженцам я ищу работу беженкам я иду с ними в больницу вызываю скорую помощь и так далее покупаю билеты обратно советую как лучше доехать до Сычавы до Черновцов и так далее я не слежу за деньгами подожди Олег нашу первую себе работу в Румынии ты вегетарианец да? я веган веган а скажи пожалуйста не важно веган ты живешь в квартире в каком-то доме твои расходы насколько возросли вот именно на твою семью речь не понимаешь мы уважаем то что ты делаешь Лена подсказала вопрос о том насколько возросли расходы домовладения именно людей то есть граждан страны вот ты как жизнь страны я не слежу у меня достаточно денег я делаю и покупаю людям билеты за свои деньги медикаменты и донорством занимаюсь мне некогда считать у меня достаточно денег на свою жизнь и помогать другим круто круто вызывают уважение подожди подожди Вадим Олег но ты же снимаешь ты еще съемные же квартиры как-то же цены изменились на съем ты же можешь об этом судить нет или ты по процеду не договариваешься у меня все не изменились остались те же цены те же остались я говорю все врут вон у нас из Польши ролик висит на канале думаю что не все думаю что не все врут есть конечно изменения в цены но я думаю что от страны зависит поэтому вопрос в данном случае не совсем корректен не только во время войны конечно конечно это просто понимаешь нам рад мы задали вопрос насколько нам врут мы хотели понять то есть как звучал Ленин вопрос в плане того что нам рассказывают то что в Европе цены там поднимаются астрономически на жилье то есть сами европейцы могут быть беженцами из Европы потому что им не по карману жить в Европе я правильно да 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 будут бегать в Россию или в Татарь да 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 вот смысл в том что конечно Лена задала вопрос насколько я понял о том насколько это соответствует действительности потому что да вот Веднер пришел на канал и начал жаловаться что цены на недвижимость сильно выросли с началом вот этого волны приезда украинцев на недвижимость или снижание недвижимости снижание за метр нет но тут есть еще другое вот не гуди только потому что Вадим получается не можем мы сказать ничего своего значит тут есть еще другая тема очень много вернулось те кто уехал в начале событий с перепугу 500 тысяч вернулось представляете ровно половину из тех кто сбежал потому что не могут понять что там делать как прижиться где жить и цены тоже действительно высокие а жаль это не не те кто имеет собственную недвижимость в Европе уже давным-давно или там в Америке а те кто просто работал обычные клерки у которых там стандартный заработок был у кого нет такой машины чтобы там на любые цены прям наплевать и соответственно они вынуждены возвращаться некоторые возвращаются с тем чтобы избавиться от собственного жилья здесь ну как-то решить вопросы имущественные с тем чтобы снова уехать а некоторые на совсем возвращаются не понравилось им в Европе ну до следующей бомбежки Киева я не про украинцев говорю украинцы тогда украинцы возвращаются домой потому что это понятно стресс который они переживают я не я не знаю как надо будет массу всяких открывать я не знаю как это называется ты подскажи там где психологи работают вот посттравматический синдром вот этот выправлять потому что ну все население поражено вот этим синдромом дети как блин дети искалеченные в том смысле что психика поломана ужас у вас есть вот ты волонтеришь там среди волонтеров есть психологи какие-нибудь ты не видел боюсь что нет а по твоим наблюдениям вот истеричных людей много среди беженцев дофига да да я пытаюсь понять некоторые не понимают это бывают скандалы стычки как раз с этим моряком сегодня пьяный подвыпивший моряк с отрезом сраной на руке и у него получился скандал с женщиной волонтеркой молдаванкой которая говорит по-русски и помогала ему помогала он начал материться и домогаться до нее получился скандал вызвали полицию и так далее понятно то есть нагрузка серьезная спасибо тебе от своего имени от имени всех наших зрителей я знаю ставьте плюсики кто в качестве респекта в адрес Олега за его деятельность это конечно я восхищение молодец тем более ты там делаешь это не периодически а систематически поэтому я и спросила если выгорание какое-то Сергей Масалев три плюса тебя поставил респект и шлем тебе от всей души молодец потому что я вот в Москве тут же еще смотри какая проблема у нас иногда украинцев вывозят с места событий но в Россию не дают коридор в Украину у тебя а ты можешь уйти в Россию а тут тебя могут отправить на Сахалин на Камчатку куда угодно в любой таракань при этом зубы дают там какие-то копейки и в общем никто не помогает вот но у нас в Москве есть несколько центров помощи беженцам есть волонтеры которые и юристы которые помогают им уже отсюда уехать в Европу вот есть такой поток как бы сначала они бегут из Украины сюда в Россию здесь не всем это удается но некоторым удается Наталья Тананакина тебе вообще несчетное количество плюсов прислала вот то есть ты тоже таких видел которые окружными путями там как-то выбирались в Европу да да встречались тех которые с Мариуполя или с оккупированных земель из России приехали в Европу через говорю Бальтийские страны Финляндию и так далее ну получается что остаться там они не могли потому что там просто квоты маленькие маленькие страны маленькие возможности поэтому аж до вас добежали а дальше куда куда дальше бежать или слышали что в Румынии хорошо некоторые уехали из Германии из Бельгии вернулись в Румынию и услышали что здесь лучше всякое бывает но я встречал таких которые из из России из оккупированных территорий уехали обходя всю Европу да сотник москвич да ладно перестаньте я отстала от чата тут короче респект тебе сил как можно больше успеха всей твоей деятельности ну и конечно победы над всем этим безобразием я думаю что какую сторону ты принял для всех очевидно поэтому даже прямых вопросов не задаем что называется и на хочешь что-нибудь сказать я тоже восхищена вот этим открытым сердцем который демонстрирует наш Олег Олег да Олег Олег да и такой действительно приятный мужчина и светлый человек и на все у него хватает времени и сердце хватает и рук хватает и сил хватает я прям поражена ну человек живет не для себя на этой земле а он действительно живет для того чтобы помогать другим кому тяжело слушай вопросов масса действительно вот есть же очень много людей которые без документов бежали что ты с такими сталкивался Олег много ли таких да я провожал в Европу он доехал до Португалии потом вернулся в Бергии с родственниками чувака 19 лет ему у него мама в тюрьме в России и некому пойти некому было пойти с ним в ЗАГС или куда получать паспорт и у него была на телефоне копия фотография свидетельства о рождении я отпечатал этот документ и он доехал до Атлантического океана с таким документом в 19 лет и другие женщины тоже встречал тоже с Одесской области тоже рома без свидетельства о рождении даже могли выехать потому что война потому что беженки здесь дают декларацию что я такая и такая не здесь в Молдове когда пересекают границу я такая и такая и временно живут с таким документом делают фотографии делают документ бежен беженцы беженки без других документов на войне как на войне с беженцами особые законы но венгрии спрашивают венгрии не пускают документы в шенгензон очень трудно въехать можно остаться в Болгарии в Румынии а в Венгрии уже тяжелее попасть без хотя бы паспорта welcome встретимся здесь на северном вокзале так ребята что вы тут пишете вопросы Олегу потому что я выспросила все что меня интересовало а наверняка что-то не спросила пишите пожалуйста ну Тимур рекомендует учить мобу Инна у нас украинского не знает в принципе а я знаю но он устаревший такой потому что сейчас новый язык вот поляныцы я произнесу но не факт что правильно что там кто там давайте вопросики задавайте наверняка у Вадима уже есть комментарий он-то тоже украинец где-то на половину на лучшую свою половину да Вадим или на треть или на четверть я все время путаюсь в расчетах ну я я украинский язык понимаю а говорить не могу но то что они говорят я понимаю и некоторые слова я знаю уже уже начинаю изучать потихоньку да нет язык более-менее понятен конечно все равно уже привыкание ой господи я сегодня с тестом слушал мнение одесского учителя физики который говорил о проблемах детей о том как будут учить детей потом что будет покончание этого безумия что делать с людьми которые бегут со всех стран если честно у меня нет ответов даже я не представляю понимаете мы сейчас говорим о том что мы сами не пережили и пытались понять людей их конфликты и как им ужиться в другой стране не понимаем в другой стране для меня просто в принципе невозможно поэтому человек должен вернуться в свой дом и его поднимать или его отстаивать на мой взгляд я не говорю про женщин стрелеку детей я говорю про мое понимание окей сейчас ты меня навел на тему но я пока вопросы олегу значит вопрос олегу от тесса который видно опоздал на начало эфира первый вопрос у него почему-то пластиковые стекла у тебя или стекло пластиковое или стеклянное стеклянное или пластиковое стеклянное стеклянное дальше маруси комментирует что вид у тебя уставший и спрашивает сколько часов на сон ты выделяешь я почти весь день на солнце потому что я езжу по городу на велосипеде на море было только два дня в этом году намерен был ехать по Румынии по Балканскому полуострову по Европе на велосипеде все лето но из-за войны остался работать на вокзале то есть у тебя усталый вид из-за того что ты постоянно на солнце это тяжело конечно у вас какая погода нынче очень холодно было сегодня до 20 градусов ну вот а у нас 11 а до сих пор было 30 резко похолодало как-то везде так ты я был очень занят ну на вопрос сколько часов ты спишь ты не ответил нет я сплю обычно по 7-8 часов но сегодня уставший и завтра тоже рано вставать Маруси я вообще не понимаю с такой нагрузкой как он вообще не ест мясо это ну он веган веган же ты да олег так 6 год уже тесс второй вопрос в начале эфир мы обсуждали что с газом у правительства молдовы пока две трубы от румынии чуть-чуть и чуть-чуть от россии приходят нет сейчас весь гроз приходят от россии румыния зависит от российского газа только на 10% на 10% а у молдовы как и у венгрии 100% зависимость но у нас есть альтернатива сейчас мы можем получить из румынии у нас уже есть другой вариант так ответили если есть еще вопросы задавайте пока он тут сейчас пойдет спать время это 23-21 а у нас какая разница с москвой у тебя ты не знаешь да нет нет разницы если у вас 23 то у нас тоже вообще нет супер на самом деле хочу вам отметить что Бухарест очень красивый город просто обалденный европейский город и вот где надо было побывать так это там снял бы ролик какой-нибудь что ли для нас для нашего канала не трудно тебе будет вот ты приехал на работу на велосипеде там встретил у меня на канале 12 тысяч роликов и последние 6 месяцев большинство роликов из вокзала или по дороге на вокзал так давай твой канал давай канал ссылку на канал в чат скайпа и я кинул в чат ютуба давай сейчас подпишемся все на твой канал будем наблюдать за твоей деятельностью а ты же у меня модар точно давай ребята обойдитесь без меня две минутки я схожу наперекот пожалуйста только не молчите окей слушай а есть какие-то в твоей волонтерской работе какие-то счастливые истории ну например встреча потерявшихся двух любимых людей там я не знаю ну что-нибудь такое типа вот расставание было потом люди нашлись ну что-нибудь трогательное такое расскажи ну трогательное вот семья с которой я иду завтра к врачу женщина выжившая из драмтеатра в Мариуполе они 10 дней там сидели в том драматическом театре после бомбежек их дома и там вспомнили что у них есть родственники в Румынии что они хотели бы жить в Румынии и вот через месяц они попали в Румынии я встретил их на вокзале и помог найти работу найти жилье теперь они забирают документы получить румынское гражданство потому что у них родственники есть Румын но они не говорили ни слова по-румынски потому что родились там в Мариуполе жили там под российской российским влиянием только по-украински говорят трошки жили не знаю я не слышал я не спрашивал потому что говорю с ними по-русски вот это интересная история Румынии в Мариуполе вернулись из Мариуполя вернулись в Румынии нашли приют и хотят остаться здесь хотя у них там есть дом над которым работали всю жизнь там и такое интересное такой случай семья или чувака кажется узбека встретил он ехал на велосипеде с Киева до Одессы а потом не знаю как пересек границу сел на поезде я его встретил в Буховесте помог ему доехать до до Стамбула написал сообщение в интернете люди отправили деньги ему чтобы он не продал он хотел продать велосипеды собрать деньги на билет и люди отправили ему билет езжать дальше на велосипеды и из-за этой кампании у него появилась поклонница румынка из Германии теперь они собираются встретиться жить вместе я им помогаю с переводом не знаю очень много случаев каждый день встречали но сейчас не могу вспомнить интересно там работать но встретились вот и с случаями дискриминации мало кто в Румынии хочет взять на квартиру или на работу ромов хотя много из Ромов из Одесской области говорят по-румынски или понимают легче нанимать на работу чем украинцев русскоговорящих и так далее вот расизм и ксенофобия многих не не позволяет им взять на работу или жить у них в квартире беженцев ромов поэтому мы намерены завтра работать над этим сделать ролик эксперимент в интернете и сделать видео какое-нибудь люди будьте добрые не выбирайте по цвету кожи беженцев вот такой и веселый и приятный слушай Олег у тебя очень красивая рубашка я сейчас на кухне пока сидела рукав рассмотрела манжет она у тебя какая-то национальная одежда можешь показаться нет это национальная это наверное для спального костюма понятно слушай не поняла вот ты про узбека рассказывал он с кем-то познакомился из Германии да потому что и они полюбили друг другу правильно это поняла да ты че слушай тебе надо книгу написать да и брат мой который приехал из Ланды спросил а ты не хочешь книгу написать нету времени и не думаю что люди будут читать лучше про это буду говорить люди будут читать люди будут читать ты хотя бы я не знаю там как-то фиксирует на видео а потом это будет огромный материал для такой книги мне кажется это очень полезно и будет чтиво и я лично прочту если она будет в переводе потому что трудно будет я же не знаю румынского так те кто согласен даже прекрасный сценарий для фильма да вот такой человек перевозчик да как помощник который да просто какой-то библейская история какая-то можно снимать целый сериал да но ты не дал ссылку в чат ютуба все там возмущены где ссылка то значит мне не разрешают давай тогда сюда в чат напиши что-нибудь я этим модератором сделаю напиши в чате ютуба пару слов я сделала модератором и кинешься я была уверена что ты модератор а нет верно был когда так добавила теперь можешь ссылку кинуть сос написал тимур ах я же подписан на тебя и смотрю у тебя какой-то ролик вышел но и давненько было я тут побежала смотреть но ничего не подела потому что цена румынского хорошо теперь я буду знать что в ближайшем месяце ты работал по-русски что называется так что давайте просмотры сделаем олегу достоин что называется не то что некоторые типа меня у меня тут был период знаешь очень тяжелый я вообще не выходила в эфир закрывала канал приходили донос на меня написали что только не было в общем жесть какая-то тем более что я подписан на этот скайп и всегда вижу когда вы выходите в эфир и что там пишут я слепил но некогда понятно ну вот ссылку видите переходим подписываемся мосты Тимурыч кайфует отмечает Антоновский мост поломанный разрушенный есть что Тимурыч отмечать потому что он украинец и как бы отмечает победы контрнаступления пошли наши в ужасе это самое Гиркин стрелков вот этот вот которого ждет Гага он тоже как-то истерил какое-то время сейчас говорит все я уже побед не жду от русской армии почему-то он русской армии это называют вот весь в печали что называется а Вова катается по стране рассказывает про страну восходящего солнца в общем веселит весь мир что называется своими заявлениями но одновременно и пугает потому что чем больше он говорит тем страшнее становится резиновая попа везде любую новость если прочитать то можно в конце резиновая попа опа опа прибавляйте все тут у меня значит к телеграмму снова возник интерес и соответственно много чего это на перекурах черпаю сколько стоит сигарета в румынии покупаю без понятия у нас короче сегодня задержано 14 человек режиссеры актеры зрители уличного спектакля театра переходного периода сообщает УВД инфо оперета правосудия по пьесе Бертольда Брехта страха отчаяния в третьей империи должна была состояться в подземном переходе на проспекте мира однако силовики задержали всех участников в общем всех повязали от УВД инфо на помощь к задержанным выехали адвокат Алан Качмазов и юрист который пожелал скрыть свое имя желаю всем свободы ну вот еще журналиста у нас на 22 года сегодня суд отправил строгий режим объявил вот закрыли новую газету не знаю был ли ты подписчиком новой газеты ну там режиссера ой режиссера говорю главного редактора Нобелевской премии наградили но газетку его прикрыли мощнейшее заявление газета сделала там найдите текст почитайте не буду его цитировать лицензию лицензию газеты где работали великие журналисты Анна Политковская и Наталья Стимирова где за резонансные политические расследования бандиты убили несколько сотрудников отобрали людишки которые нет никто и звать никак ничего людишки эти скоро сгинут а новая газета ее читатели останутся такой вот оптимистический месседж в городе Глупове в телеграм-канале прозвучал значит да вот теперь значит мы будем прибавлять опа-опа резиновая попа в конце любой новости вот например Песков заявил о готовности Москвы к разговору с Киевом о выполнении ее условий дальше вы прибавляете опа-опа резиновая попа становится весело еще можно такое сделать вложив 100 миллиардов долларов резервов России в юань ЦБ вдруг понял что вывести деньги из китайских активов де-факто невозможно опа-опа резиновая попа вот российская экономика должна была вырасти на 6% вместо этого ожидается падение около 8% опа-опа резиновая попа Олег за экономикой следишь Румынии или тоже не хватает времени не хватает это же одна из самых быстро растущих экономик Европы была я артист я не понимаю в экономике понятно так ты артист и режиссер насколько я знаю да? кинорежиссер кинорежиссер какая разница что ты спектакль не можешь поставить что ты можешь нет пытался пригласили меня в школу организовать спектакль выпускной и получился я сейчас мне нравится твоя самокритика так уж плохо все было может быть тебе это может ты слишком критичен к себе может людям понравилось надеюсь что никто его не запомнил так Лена я на море чего и вам желаю Таня поздравляю Татьяну вырвалась на море вот Людмила через дорогу от моря живет и не ходит туда надоело ей она в Болгарии а ты в какой город ездил в Болгарию отдыхать? Олег я не ходил я не ездил в город отдыхать я выехал в Крапец в село там береги пляж и можно в палатке прожить и никто не мешает как в Румынии здесь в Румынии только города и города на побережье а сразу на 15 километров от границы уже можно найти и село у моря и пляж и можно палатки ставить в Румынии нет диких мест да? уже почти не осталось понятно ну то есть это вот результат последних лет развития да вот на этом экономика строилась курорт и все такое да? да и у нас мало где-то 100 километров побережья и там Дунай выходит и там очень много комаров а так что пляж был море и комары потому что плавник в Дунай да? да да а у Болгарии есть очень хорошие чистые воды там и камни на берегу я спускался под воду и видел краб медуза огромная очень красивая у меня даже видео есть на канале с медузой так ссылочка выше Олег Брега канал заходите смотрите радуйтесь так что еще я хотела вам сообщить из новостей вот я как-то читаю новости тут же тут у нас значит один паренек а вот про чистки в МВД я хотела вам рассказать вот вчера мы говорили о том что на РЖД начали значит искать желающих повоевать с украинцами я спросила когда же они начнут в полиции искать таких и тут на тебе база оказывается публикует чистки в московском МВД полицейским вспоминают старые ошибки и уголовные дела а после увольняют из органов сотрудники УСБ и МВД начали поднимать все старые дела сотрудников московской полиции причем речь идет как о уголовных делах так и о более мелких нарушениях например лишение прав так лишь в одном пятом батальоне спецполка Москвы из-за старой грехи уволили уже пятерых офицеров а всего по данным базы запрос правильности и столичной полиции уже уволили около 300 человек сразу их на фронт можно отправлять например одного из сотрудников уволили за ДТП в 2000 году тогда сотрудник сбил человека который перебегал дорогу в неустановленном месте начался судебный процесс который завершился примирением сторон в начале нулевых история для полицейского закончилась хэппи-эндом но через 22 года про нее неожиданно вспомнили на работе пока сотрудник был в отпуске у него в отделении провели проверку подняли старые папки поняли пассажир опасный из отпуска мужчина вышел уже не на работу а на биржу труда при этом по закону полицейского действительно могут уволить даже если уголовное преследование в отношении сотрудника прекращено в связи с примирением сторон интересно что раньше про этот пункт почти не вспоминали сейчас же наоборот активно припоминают его полицейским кроме того по информации источников базы увольнению могут подвергнуться и те сотрудники чьи родственники имеют судимость а также полицейские выступавшие свидетелями в каком-нибудь уголовном деле в общем я считаю так они их лишают ну если тебя уволили а ты не отслужил положенный срок значит ты не будешь эту вот повышенную пенсию получать экономят бюджет понимаете вот а теперь куда они денутся эти полицаи они же ничего не умеют теперь самое время контракт заключать и пожалуйста вперед Лена лиха беда начала я думаю что теперь таким же образом можно поступать и с другими гражданами то есть и припоминать им какие-то там прежние прегрешения или ошибки или какие-то недочеты десятилетней двадцатилетней давности на этом основании их штрафовать им увольнять или возбуждать против них какие-то дела так тут какой-то Исмаил Осман в чатик пришел и говорит пощадите ментов и так много умерло росгвардейцев кто будет дубиной терпел воспитывать вообще росгвардия такая выдумка злобная нахер она не нужна никому поэтому ее надо распустить всю понимаете у нас мужиков не хватает работать некому понимаете приходится в Таджикистане одалживать мужчин на это самое а эти бездельники только бабло с бюджета сосут они вредны стране поэтому нафиг они не нужны так Леночка а кто написал-то Исмаил Османов написал оставьте ментов в покое иначе они землей лопата копать не надо будет земляков и служить и она выписывать извини так Болгарии 26 дальше идет понижение 24 на ближайшие дни воздух уже не 32 а 25 27 хорошая погода Болгарии в Румынии почему-то меньше температура отличается климат немножко но у нас вообще холод собачий вот в данный момент во-первых ночью прошедшей ночью были заморозки первый обмороженный у нас появился в больничку попал с обморожением сейчас 8 градусов в Москве вот так как-то резко как-то резко с 30 до 11 градусов жуть 26 это вода ничего себе ну короче не знаю я много чего хотела опять рассказать но опять все забыла олег олег приходи чаще а то ты меня прям своим появлением совершенно обескураживая я такая олег олег давай все выспрашивай вот теперь буду на досуге рассматривать твой канал чего там творится в Румунии я кажусь на Украине да Румуния по-украински да да Немечина Немечина Угорщина это про Венгар Угорщина да да а Молдова как Молдова так и есть да и она и по-русски Молдова и по-украински Молдова она и в Румынии Молдова везде столица Молдовы Ясы а первая столица Молдовы Сучаба тоже в Румынии слушай ну а у тебя же дом да в деревне там живет кто-нибудь ты воздаешь нет туда наверное беженцы не доедут да до вашей деревне они в городах оседают да да ну можно если захочет кто-нибудь я могу поговорить с братьями с мамой с сестрой можно принять там все удобства наверное поеду в конце этого все удобства собирать орехи собирать виноград все удобства там у тебя ну все удобства для для села там асфальта нету газа нету ну туалет на улице топить чем нет туалет в доме а топить чем зимой чем-то что найдешь тем и топишь да травами угла углом и так далее уголь продается да угу Людочка очень хочу к тебе только вот возможности у меня все я же зарплатку так и не получила за июль это кино немцы вообще такое кидала не ожидала вообще я в шоке на самом деле не надо это пережить ладно отдельная история что называется Лена если рассказать сколько я заработала за два месяца ты долго будешь смеяться тоже ну ты говорила прошлый раз там в шоке все были хорошо тут у меня кот что-то это бунтует надо пойти его покормить визы же накрылись медным тазом говорят ну вроде бы непонятно еще пока с Болгарии как или там они с 1 октября что такое в этом случае деньги вот вот это вот система платежная китайская она все для российских банков закрылась как на юнион как же она называлась как вестерн нет не вестерн это была платежная юнистрим или как то еще да я забыла как то в общем была платежная система китайская которая позволяла российским монетарным банкам переводить деньги за границу вот теперь они отказались от этой идеи как бы те кто у нас живут за рубежом ну по каким-то причинам неважно по каким и пытаются получать здесь пенсию или там еще какие-то деньги например сдают квартиру и живут в Таиланде теперь ему невозможно перечислить деньги потому что вот эта последняя лазейка китайская вот эта система юнипэй спасибо Людмила юнипэй она называлась все теперь она для наших банков прикрылась и наши центробанки начали говорить что нам надо как-то подумать о трансграничных переводах в криптовалюте как-то узаконить и как-то контролировать чтобы платили налоги чтобы не тратили значит эту крипту на наркотики и так далее ну то есть преступления пресечь как-то нас систематизировать то есть задумались уже об этом юнипэй накрылась медным тазом с 1 октября значит нам перестанут еще что-то там давать визы какие-то зато пожалуйста в Иран с 1 января все желающие могут коллективно в компании еще 50 долбоебов извините меня друзья мои отправиться значит туристическую поездку на 2 недели в Иран вот чего добилась наша дипломатия значит остальным значит ну тех кого не взорвали в Кабуле и они хотели попасть в США 56 человек не получили визы в том числе господин Лавров им отказано виза в США вот как-то так так что снежный ком что называется катится ну и в общем а что будет со страной а будет хочу поцензурно выразиться но не получается Сирия страна союзник из моих подсказывает Судан Эритрея в Эритрея говорят белое мясо на ужин приветствуется поэтому значит дешевая эвтаназия достаточно билета значит в один конец что называется на страховку вам можно не тратиться приезжайте туда в Эритрея вас там съедят на ужин значит требуйте от туристической компании анестезия вот все что собственно вам могут предложить цивилизованные страны вам недоступны венесуэльцы уже стали в Европу бечь просят политического убежища а вы не котируйтесь вы там ни в каком виде не нужны господа хорошие так не надо кота накормить иначе он меня съест я ушла на кухню вы тут не скучайте сейчас вернуть я наверное отключусь потому что уже почти полночи я должен спать достаточно чтобы быть тогда я не ухожу я же должна с тобой попрощаться желаю тебе приятных снов я не знаю спокойных приятных людей при встрече с тобой на северном вокзале прям с память знаешь можно книгу назвать так северный вокзал можно подумать еще я думаю ты ее напишешь рано или поздно всех приглашаю подписаться на канал Олега Брега ссылка выше в чате вот и до новых встреч надеюсь успехов во всех делах тебе свободы вам всем да спасибо большое пока-пока приходи еще отдыхай все ребята я пошла кота кормить да ну я тоже уже засыпаю Леда уже тоже время ну давайте тогда заканчивать эфир я не знаю Тимурыч без понятия на чужбину очень страшно на старости лет ладно бы если мне было 32 Тимурыч я бы ни минуты не задумалась потому что легка на подъем была и в общем полна силы амбиции а сейчас когда слушайте мне 60 ну куда я вас умоляю вот спасибо всем за внимание Вадим извини что не дала тебе тут развернуться вширь ну думаю что завтра у тебя все получится приходите еще раз все такие уставшие давайте пойдем отдыхать чао какао до новых встреч в эфире хороших всех всем слов слушайте мне сегодня огромная рыба приснилась что бы это значило а мне снились ягоды по-моему это плохо тоже целый куст ягод как будто крупная крупная малина думает что-то нехорошо я ничего в этом не понимаю но проснувшись удивилась нафига рыбина такая я не знаю с полметра длиной такая некуда бежать здесь помирать будем беременности Людочка говорит ну да в принципе знаешь меняю статус на минус 18 а теперь думайте ты наверное забеременеешь новым проектом новая какая-то у тебя будет новую линию изберешь вот в этом смысле беременность для тебя а вот а вот ягоды вот пусть кто-нибудь напишет к чему ягоды по-моему это нехорошо когда ягоды сняться короче нет у нас Марцева на связи он известный экстрасенс все бы нам объяснил запугал бы еще отомстил бы так Белгородскую Народную Республику скоро в Украину вернется в родную гавань Исмаил вы это самое мы не имеем права даже это обсуждать Людочка пишет к слезам ягода смотри мелодраму какую-то на сон грядущий чтобы отработать эту фигню всем или к дождю вот Павел пишет дождь шел сегодня да я кстати в дождь сегодня попала да чуть-чуть не успела домой добраться хорошо куртка была с капюшоном Маруся пишет что увидеть во сне много ягод под ногами крепчайшему здоровью чего всем и желаем так они не под ногами они на я куст видела малина крупная прям на кустах росы малины малина это тоже как бы предполагает какую-то богатую жизнь в общем-то малина всем удачи будьте здоровы давайте это все переживем ужасно я когда все это закончится буду я не знаю что-нибудь плохое сделаю ну такое чтобы радоваться например алкострим на три дня замутим Паша придет споет на гитаре сыграет я спляшу где-нибудь на крепком вот это то что нам нужно сейчас особенно не сейчас а когда все закончится все всем спасибо за внимание будьте здоровы пока-пока удачи пока всем пока